Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хотела с вами поговорить, почему очень многие ругают косметику Estelle, продукцию, краски, чем я объясняю это явление и я выскажу свое мнение по поводу Estelle. Прежде всего я расскажу, что представляет собой косметика Estelle, какой сегмент она занимает на рынке красителей и вообще профессиональной косметики. Estelle это российская компания и у них достаточно бюджетная косметика, как для профессиональной. Красители стоят в рознице 54 гривны, 150-170 рублей российских. По сравнению с косметикой Matrix она достаточно бюджетная. Matrix стоит где-то в рознице практически 200 гривен и это больше 600 рублей. Estelle очень распространенная косметика именно из-за своей бюджетности. Потому что очень многие мастера на ней работают, очень многие школы обучения мастеров, парикмахеров, колористов, они работают именно на Estelle. Это в принципе достаточно легко объяснить тем, что косметику Estelle выбирают в обучающих школах именно из-за ее недорогой стоимости, потому что когда во время процесса обучения мастеров, парикмахеров уходит огромное количество красителей, чубиков с красками и именно это является плюсом для выбора Estelle, потому что она действительно недорогая, в закупке она стоит еще дешевле, как для салонов красоты, как для обучающих центров. Именно поэтому большинство мастеров начинают обучать на Estelle. Почему я решила снять такое видео? Да потому что очень многие клиенты и мне даже пишут, что, мол, вот Estelle это не очень хорошая косметика, или, ой, мне там на Estelle краской этой волосы спалили, либо там меня когда-то красили Estelle, я не была довольна качеством волос, и, ну, вот такие всякие вещи, которые, ну, на самом-то деле я не раз встречала девочек, клиенток моих, которых даже после дорогих люксовых салонов, им там волосы портили на косметике Пол Митчелл, которая достаточно дорогая, это достаточно дорогая косметика, и даже такой косметикой, такими красителями можно испортить волосы клиенту. Вот, и очень часто, когда я говорю, что так же работаю на Estelle, очень многие как-то скептически начинают к этому относиться, мол, это плохая косметика, мне уже вот там когда-то Estelle красили, мне не понравилось. На самом деле нужно разобраться прежде всего в том, умеет ли мастер работать на конкретном бренде, потому что на данный момент существует огромное количество брендов на рынке, и далеко не все мастера проходят обучающие семинары у производителей, далеко не все даже знают какие-то базовые понятия колористики, вот, и потом начинаются какие-то желтые блондинки, зеленца на волосах, и всякие такие достаточно неприятные для клиента веси. Я считаю, что ругают как раз косметикой Estelle те клиенты, которым, видимо, где-то неудачно испортили волосы, просто по совпадению, по случайности мастер работал именно на этой косметике. На самом деле, даже самой дорогой косметикой можно испортить волосы клиенту, если не знать, как ее работать, если не знать принципы работы, если не ходить на семинары к производителям. Также плохое мнение у косметики Estelle ходит именно из-за того, что 80% парикмахерских вот у нас в стране, да, и уже в Украине, в Киеве, они работают на Estelle, потому что большинство парикмахерских – это либо среднего, либо эконом-класса. Вот, и большинство из них работают на Estelle именно из-за ее доступности, из-за того, что там очень богатая палитра, там очень много оттенков, там то ли 113, то ли 114 оттенков, то есть достаточно много, очень удобно в работе, когда ты клиенту можешь предложить не 2-3 варианта, а намного больше. В России ситуация вообще абсолютно другая, там очень многие мастера работают на Estelle, потому что это, ну, российская косметика, это понятно и логично. И из-за того, что очень распространена эта косметика, то очень велика вероятность того, что где-то кого-то когда-то красила эти косметики. Вот, и поскольку человек не остался у одного мастера, то, скорее всего, ему там что-то не понравилось. Я всегда говорю, что не важно на какой косметике, на каком бренде работает мастер, а важно для что, как он это делает. Потому что не знать базы каких-то правил в колористике, не знать каких-то нюансов именно этого бренда, это очень легко, и если там мастер не обучается, не повышает как-то свой уровень, то очень велика вероятность того, что волосы клиента останутся в плачевном состоянии. Следующий момент, почему так же косметика, косметику и стиль часто ругают в интернете, это потому, что она, в принципе, достаточно доступна для покупки в профессиональных магазинах, в интернет-магазинах с косметикой. И очень часто клиенты, покупатели интернет-магазинов, они покупают эту косметику, краску, пытаются что-то дома себе сделать, неправильно себя красят, неправильно подбирают процент оксида, и в итоге у них на голове выходит солома вместо красивых, хороших волос. И поэтому мне неудивительно, что такие отзывы существуют про стиль. Я была когда-то на семинаре одного бренда, это не стиль, он достаточно дорогой, и там была девушка, владельца интернет-магазина. Так вот, то, что она рассказывала, что с собой творят клиенты интернет-магазина, это просто, ну, любому человеку, который понимает в парикмахерском искусстве, это просто на голову не налазит. Косметику используют и не по назначению, да, неправильно размешивают краски, либо там мешают между собой несколько брендов, вот, и у них что-то не получается, волосы в плохом состоянии, они звонят вот владельце интернет-магазина и начинают ее там во всем обвинять, что, мол, у вас плохая косметика, у вас плохая продукция и так далее. Ну, на самом-то деле, вы же понимаете, что виноват тот, кто это делал, то есть, как-то сами клиенты себя красят, то редко выходит хороший результат. Хороший результат может выйти, если это окрашивание тон в тон, если это окрашивание в темные цвета, потому что, ну, для того, чтобы окрасить в темный цвет, много ума не надо, да, достаточно просто правильно подобрать себе оттенок, правильный оксид и все, в принципе, намазал всю голову, смыл и вот себе окрашивание. Если дело касается русых оттенков, если это касается, там, темных блондов, светлых блондов, либо, там, бриллиантовых блондов, это когда такой вот идеально-идеально белый цвет, то здесь даже у опытных парикмахеров тоже не всегда все это выходит, и очень мало парикмахеров умеют работать именно с блондинками, и не все могут сделать холодный блонд подлиннее, не все могут, не все владеют профессионально современными техниками окрашивания, поэтому, безусловно, другие мастера могут объяснять свои неудачи тем, что они вот работают на этой косметике, либо что-то, что производитель косметики виноват в том, что у них что-то не получилось, но на самом деле, мое мнение таково, что большинство махеров любят себя оправдывать, любят оправдывать свои неудачи чем угодно, только не тем, что они не умеют это делать. Поэтому широкое распространение косметики Estelle и даже в свободной продаже, оно повышает шансы того, что кто-то где-то когда-то неправильно покрасил, и там цвет не вышел, либо состояние волос стало плохое, но я уверяю вас, что дело не в косметике Estelle, я знакома с ней достаточно давно, сейчас я также на ней работаю, помимо других брендов, и я, в принципе, качеством волос довольна, я довольна тема, насколько насыщенные получаются цвета, там достаточно широкая линейка холодных оттенков, и при желании и умении работать, при знании колористики, результаты получаются потрясающие, вот я вам сейчас покажу несколько своих работ, которые я выполнена на Estelle, эти работы полностью, целиком полностью выполнены на косметике Estelle, даже вот креативное окрашивание, которое сейчас у вас появляется на экране, они также я выполняла на косметике Estelle, и я это показываю в подтверждении того, что дело, когда вас кто-то красит, дело не в бренде, дело не в косметике, дело в умении, в мастерстве, желании мастера сделать клиента счастливым и довольным, и получить именно тот результат, который хотел клиент. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, у меня получилось развеять несколько мифов о косметике Estelle, пишите в комментариях, может быть у вас были какие-то неудачные окрашивания, неудачные случаи, я постараюсь вам помочь, отвечу на ваши вопросы. Всем спасибо за просмотр, всем пока!